Всем доброго времени суток, с вами Чешир. Сегодня у нас вроде как пятница и вроде как сегодня должны, но совершенно не обязаны поставить на боевые, не знаю как вам, но для меня долгожданный апдейт 8.2. И сегодня мы соберем в кучу и по-быстренькому пройдемся по всем значимым изменениям апдейта, а главное сможем примерно понять направление приоритетов в самом обновлении. Ну и куда же без подарков. Да, по случаю апдейта, а также моего дня рождения и дня рождения канала, нам выделили какое-то количество вкусненьких промо-котов. А, именно котов. Особый договор с миньоном ранга S и особо эпический договор перевоплощения, а также там всякие мешки с подарками, ну в общем все то, что разыгрывали на 12-ю годовщину. А это мы разыграем примерно следующим образом. Первое. Часть разыграем среди тех, кто поставит лайкосик данному видео и напишет в комментариях свой сервер, расу и ник. Ну или же свой дискорд, кому как удобнее. Лучше дискорд, там проще связываться. А второе. В субботу вечером пройдет праздничный стрим, где мы определим победителей под роликом, а также часть промо-котов разыграем в чатике на стриме. Ну а также не забудь просто поставить лайкосик, это все помогает каналу расти и развиваться. Ну и также в описании, как всегда, куча разных полезных ссылок. Ну а мы погнали разбираться с апдейтом. Первые и самые важные изменения, это конечно региональные особенности. О них буквально вот два дня назад вышел подробный ролик, в котором мы рассмотрели их всех. Они хороши и в целом должны актуализировать часть контента, на которой давненько многие просто уже забили болт. Так что данные изменения пойдут в любом случае только всем на пользу. Вторые крупные изменения коснутся аппаранты, все отряды теперь будут иметь новые названия. Зачем, для кого, почему не понятно, но так наверное проще было самим корейцам пихать все новое. По сути тут идет переделка всех квестов. Часть конечно останется неизменной, но также будут и много новых. Также еще обещают ускорить респ этимов по квестам, которые надо собирать. В целом кардинально тут ничего особо не поменяется, если вот так прям коротко, квестов будет больше, за блоки квестов можно будет получать больше наград, включая ту же экипировку освободителя. Если раньше она была только в одном отряде, то сейчас она есть практически во всех. Третье изменение связано с данжами, откорректирует башню испытаний верхний ярус и вроде как подправит текстуры на аренах. Но самое главное это разделение данжа сердца аппаранты на легкий и обычный. И в новом обычном данже можно получать будет теперь таланты Довиниона, по идее их станет больше. Входы в данжи также будут считаться раздельно. В общем это то, что надо будет смотреть уже на боевом, что и как. Но в целом актуальность данного данжа должна возрасти. И также по мелочи изменены остальные данжи, в частности тень манорна легкая, теперь не из 100 входов, а 10. И увеличен шанс выпадения Йоргуса. А самый интересный пункт это то, что снижен урон и хп монстров в подземельях с высоким уровнем сложности. По идее их станет еще проще проходить. Это с учетом того, что общий уровень одетости персонажей последние апдейты подрос, даже новичков. А еще для арены зачем-то сделали отдельную локацию. То есть сначала заходите на эту локацию, потом только подаете на арену. Для чего, зачем? Ну может чтобы было легче настроить систему штрафов за отказа от арен. Типа усложнить переливщикам задачу. Но опять-таки, пока это все не будет установлено на боевые и мы не посмотрим на это все в действии, непонятно как это будет работать. Четвертое изменение это новый сезон реликвии божества. Об этом у меня также есть отдельный ролик, где мы полностью все разобрали, включая статы. И это действительно то, что надо будет развивать всем, ибо буст, который дает эта реликвия, очень хорош. Ну а также, так как божественная вода будет заменена, а на ней все держится и ее станет сложнее добывать, то это очень хорошо отразится на экономической составляющей аукциона. Ну а пятое изменение, судя по описанию, это правки там всяких квестов. Ну тут ничего прям мега интересного. Следующий пункт про посланников, который появляется в Инге и Кельке, то есть Гера и Тиграк. Их перенесли назад, кстати, на старое место. Изменили условия их появления. И в описании больше ничего не сказано, особенно про дроп, который вроде как самый и должен быть интересный. Но пока непонятно, нужно оно или нет, потому что, по-моему, на них уже давно все положили большой и толстый. Седьмое и одно из самых интересных изменений это быстрый путеводитель Керубима, то есть сезон номер два. По сути это все тот же путеводитель с теми же заданиями, особенно для новичков, то есть идеальный старт, где после 76 уровня начинаете делать квесты и получаете в награду стартовый очень хороший комплект всего, начиная от экипировки, заканчивая стигмами и одеанами. А вот для старичков его расширили, добавили дополнительные вкладки с разными заданиями и наградами, которые включают в себя все те же куски эпик реликвии, новой воды и прочего прочего. Собственно, штука интересная и полезная, так что забивать на нее уж точно не нужно. Из еще прям мега интересного это то, что репутации по всем локациям будет качаться теперь достаточно просто. Повышена награда в виде той самой репутации как за квесты, так и с некоторых мобов. То есть в теории до 9 уровня репутации теперь почти в любой локации можно будет дойти за 2-3 недели, если еще не быстрее, потому что в некоторых локах эта цифра увеличена раз в 10-15. Ну а для любителей коллекции или кто хочет их наконец-то дособирать, в крафт добавлены сундуки с экипировкой различных комплектов, начиная от араки и захватчика, заканчивая птицей и алтарем. А в качестве материалов используется знак опыта и древние реликтовые или эпические магические кристаллы. А сами эти кристаллы добываются по сути во всех донжах. То есть просто туда ходите, как обычно, копите кристаллы и дополнительно крафтите ту или иную экипировку, которой не хватает для этих самых коллекций. Это хорошо снижает рандом, потому что некоторые вещи я не могу выбить уже полгода. Ну просто не падают и все. И по сути все, это весь апдейт. Вроде как кажется немного и ничего особенного, но все эти изменения очень хорошо оживят весь контент игры в целом. Вот вам тут и все в аппаранте обновилось, вот вам за счет регионалок и остальной контент подтянулся, вот вам и новый сезон Керубима, который идеален и для новичков, и также расширен для старичков. То есть это прям такой хороший оживляющий микропатч. Имха на берегу тут выглядит очень все годно, со всем остальным будем так сказать разбираться по ходу действия. И как-то так. Участвуйте в розыгрыше, пишите комментарии, подписывайтесь, и конечно же жду всех на праздничном стриме 5 числа, по случаю нового апдейта, если конечно его поставят, и по случаю моего дня рождения и дня рождения канала. Но главное, не забудьте пожевать что-нибудь вкусненького. Всем приятного аппетита и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok